Сегодня Международный день слепых. Именно в этот день мировое сообщество обязано не только вспомнить о тех, для кого окружающая среда лишь осязаема, но и попытаться сделать все возможное, чтобы люди эти не чувствовали барьеров в общении. На сегодняшний день только в одной Кабардино-Балкарии более двух тысяч инвалидов по зрению. Помочь адаптации слепых и слабовидящих призваны множество акций и госпрограмма «Доступная среда». Достаточно ли этих мер для социализации людей с белой тростью, расскажет Наталья Булат. Сегодня в России по официальным данным 275 тысяч слепых и слабовидящих людей. И число их год от года возрастает. В Кабардино-Балкарии чуть более двух тысяч человек ежегодно преодолевают множество барьеров, встречающихся на пути инвалида по зрению. Их социальная адаптация сегодня объявлена в стране одним из приоритетов. Обеспечить для сограждан с ограниченными возможностями здоровья свободный доступ к образованию и рабочим местам, снять психологические барьеры решения этих задач требует комплексных и системных мер. Я так думаю, что на следующий год, вот эта «Доступная среда» 2013-2015 год, она будет принята в нашей республике. Это поможет. В общем, «Доступная среда» – это имеется в виду доступность и к информациям, и на работу, чтобы трудоустройство. Это было, значит, это и к спорту, и к культуре. Там, в общем, задействованы все, в общем-то. И для инвалидов, в общем, этих других заболеваний – это «Доступность среды», это, значит, ну, различные пантусы, ступеньки, вот это все, чтобы в проемы. Начало уже есть, говорит руководитель регионального отделения ВОЗ. «Доступность» – это акция «Желтые ступеньки». За один день волонтеры выкрасили первую и последнюю ступенью у входа нескольких десятков социальных объектов. Теперь о приближении к препятствию слабовидящим сигнализирует «Желтая полоса». Трудоустройство – куда более сложная проблема. В обществе слепых отмечают дискриминацию на рынке труда инвалидов по зрению, очевидно. Подавляющее большинство слепых и слабовидящих в трудоспособном возрасте. Многие с высшим образованием наустроиться на работу не удается практически никому. И тем не менее, эти люди не унывают. Идею шахматного турнира, приуроченного к Международному дню слепых, они восприняли не без энтузиазма. Эти встречи помогают нам больше познавать. Он скрашивает нашу жизнь, очень скрашивает. Потому что это общение прежде всего, это просто-напросто нет чувства потерянности и так далее. Ты нужен, ты что-то можешь. Хорошо, что организовывают турниры, очень хорошо. Потому что, знаете, все время дома сидеть с инвалидом. Когда мы приходим сюда, здесь общаемся, помогают все-таки. Хорошая, вышенная. День слепых установлен как напоминание о тех, кто рядом и нуждается в нашей поддержке. Власти о своей готовности сделать все, чтобы инвалиды по зрению не оказались за пределами внимания, уже заявили. Но пока не произойдет перелома в сознании общества, даже самые продуманные госпрограммы не принесут желаемого результата. Сделать среду доступной можно только общими усилиями. Наталья Булат, Сафар Гиреев, Аслан Хандоха, Вести, Кабардино-Балкария.